С путчем Советский Союз уже кончился. Потом Беловеческая пуша, естественно. Через день, по-моему, 9-го, я позвонил Бурбу Лису. Сказал, что это за славянский клуб вы создали. Ну, говорит, так надо было. Я говорю, что это закрытый клуб или возможно расширение. Ну, говорит, мы об этом еще не думали, но интересная идея. Если интересно, я говорю, передайте Борису Николаевичу, что Армения готова присоединиться к этим соглашениям. На следующий день позвонил мне Ельцин. Леон Акопович, вот мы там сказали Бурбу Лису, что вы готовы войти в этот Союз. Я говорю, да, готов, но у меня есть одно условие. Говорит, какое условие? Говорит, чтобы все члены этого нового Союза или СНГ взаимно признали независимость друг друга. Ельцин сказал, о чем разговор? Хотите, я сегодня же признаю независимость Армении? Я говорю, конечно, хочу. И, в общем, я подумал, это шутка. Сидим дома, включаем телевизор, там время идет. И первая информация. Сегодня, по заявлению Бориса Николаевича, Россия признала независимость Армении и Казахстана. Они добавили еще и Казахстан. И все. Вот вся история нашей независимости. Вот за 20 лет, которые прошла Армения, что вы можете сказать? Каковы основные плюсы положительных достижений независимости? И каковы минусы, что не удалось? Изменений много, смотря из каких измерений вы хотите. Если вы хотите из экономического и социального измерения, конечно, спад есть. Это факт. Еще ни одно государство, может, кроме прибалтийских, не достигло по уровню жизни того уровня, которое было в 88-м году. Не достигло. Это факт. Но это не хлебом единым. Есть стремление к независимости, есть стремление к демократии, которую мы получили. Есть стремление к свободе слова, есть стремление вообще к свободе совести и так далее, и так далее. Все это мы приобрели. То есть надо подойти с разных точек зрения к этому вопросу. Но я считаю, в главном, это большой прогресс. И для бывших советских республик, и для всего мира. Нет империи, нет коммунизма, правильно? Нет холодной войны. Конечно, здесь другой вопрос возникает. Сейчас, я думаю, мир не менее, то есть не более безопасен, чем было во время холодной войны. Но тут надо спросить о Карабахе. Скажите, вы когда начинали это движение за Карабах, вы хоть отдаленно себе представляли, к чему это может привести? Нет, не представляли. Потому что мы когда начинали, в 88-м году, ни у кого в мыслях не было, что Советский Союз распадет. Мы исходили из чего? Есть Советский Союз, есть Советская Конституция. В рамках Советской Конституции, да, нам было позволено поднять этот вопрос. Вывести Карабах из состава Азербайджана и включить в состав Армении. Такие прецеденты были. Каракалпакия несколько раз переходила из Узбекистана в Казахстан и обратно. И так далее, и так далее. Такие прецеденты были. И вместо того, чтобы внимательно изучить эту проблему, советское руководство приняло совсем конфронтационную политику. И все более и более как раз центр разжег этот конфликт. Они взяли, ввели войска, объявили чрезвычайное положение, комендантский час и так далее. Конечно, после этого процесс радикализировался. Скажите, в какой момент стороны были наиболее близки к заключению действительно полнокровного, полновесного мирного соглашения? Я думаю, это был 97-й год. В 97-м году была возможность решить эту проблему. То есть передать какие-то территории Азербайджану, заключить перемирие и так далее. Создать, не знаю, как называется это, промежуточный статус Нагорного Карабаха. Потом уже решить вопрос окончательного статуса Карабаха. Почему этого не произошло? Ну, потому что карабахцы немножко считали, что этого мало. Подход был максималистский. Они думали, что можно еще дожать и получить больше. Не только карабахцы, но здесь вокруг меня, в моей команде были люди убеждены, что это так. Они не пошли на этот план. Я тогда сказал, раз, вы думаете, что есть лучшее решение, пожалуйста. Я же не могу сорвать это решение. Попробуйте, может быть, и получится. Какой вам видится Армения еще через 20 лет? Разные сценарии, предположим, наихудший, открытое вооруженное противостояние с Азербайджаном или вариант стагнации? Нет, 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 я оптимист, я оптимист. Я уверен, что будет лучше, конечно, лучше будет. У нас сейчас одна проблема. У нас искажена власть. Восстановить это все, все встанет на свое место. Будет нормальная страна, свободная страна. И вопросы с Азербайджаном решатся, и вопросы с Турцией решатся. То есть, если, не знаю, Армения встанет перед такими катастрофическими ситуациями, то вина будет наша. Только наша. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова